Парус Экскурсовод Людмила Абрамова из Москвы и актриса Марина Владимировна. Любитель шумных праздников шампанским трудоголик, который иногда расслаблялся о рюмкой другой и, наконец, страдающий заложник морфия. Любимые женщины поэта даже через много лет так и не нашли ему замен. В их сердцах остался один мужчина. Володя. Сейчас народная артистка Иза Константиновна в Нижнетагильском драмтеатре играет бабушек. Вот это наша холодная, продуманная, мерзкая сцена. Но когда она вспоминает тот вечер, вернее, ночь их знакомства в 56-м, она снова старшекурсница Изуля. Ей 20, хрумяному второкурснику Володечке 19, и он еще не артист Высоцкий. Он всего лишь статист в студенческом спектакле. В этой постановке школы-студии МХАТ перспективная студентка выпускного курса Иза Жукова тоже играла. Роль побольше. Премьеру отмечали всей труппой. А вышли мы, рассвет был после этого банкета. Когда подъехало такси, я поняла, что мой мизинец так держит Володю и не отпускает. Тогда взрослая и уже замужняя звезда студенческой труппы Иза и не подозревала, что этот румяный мальчик круто изменит сценарий ее жизни, и его роль будет главной и 50 лет спустя. Через много лет он будет ездить по советским улицам на серебристом Мерседесе и как в юности густо краснеть, если кто-то с завистью и восторгом заглянет в окно. Мерседес для всех простых людей будет по-прежнему невероятной диковиной. Но еще большим событием будет для них встреча с ним, советским кумиром Владимиром Высоцким. Пока что ее Володенькой. Она еще не видела в нем большого поэта, едва догадывалась, какой он актер, но уже заметила, это мужчина ее мечты. Я всю жизнь мечтала быть слабой и глупой. Вот я 170 ростом, Володе 172. Ну, я еще на каблуки, да? Да еще на 20 килограмм меньше, то есть такая длинненькая была, да? Вот. Но рядом был мужчина, надежность. Своего тогдашнего мужа 20-летняя Диза забыла почти сразу. Она все еще пыталась избавиться от ухаживаний Володи Высоцкого, но скоро поняла. Избавиться не получится. Да и не хочется. Ну, он вообще был приятный, красивый, веселый, смешной, задорный. Я и сама-то очень не сообразила, как все это произошло. Я Дон Куан! И я тебя люблю! Такси останавливается, а из багажника стук. А там Володчика. Пока я садился, он в багажник влез. Теперь она мечтала только об одном – стать Высоцкой. Она была чиста, как снег зимой. Марина Добровольская была свидетелем на этой скромной свадьбе. Вот она, эта квартира, где проходила свадьба Володи и Изы. Квартира номер 4. Вот она все. Конечно, живут новые люди здесь, но вот даже циферка 4 проглядывает старая, здесь новая уже. В квартиру своего отца в Большом каретном переулке Володя пригласил всех, кого встретил накануне. Где тебя сегодня нет на Большом каретном. Свадьба была именно здесь. Вот в этих двух маленьких комнатках. Причем здесь еще стояла пианино. Все было заставлено столами. Народу было битком. Володя и Иза были на подоконнике сидели. Невеста сама хлопотала над закусками. На еду из ресторана не было денег. На свадебную прическу не осталось времени. И Володя, и Иза, они, правда, все время почти находились здесь, но временами пропадали. Как это им удавалось, не знаю, где они, где они, нет. Потом, значит, кто-то говорит, целуется там где-то. Как это, горько сюда, и так далее. Они поселились у Володиных родителей. В проходной комнате, за шкафом. Иза запомнила Высоцкого, каким его почти никто не знал. Вот он открывал глаза, он уже все, 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 он скачил. Он знает, что делать. Так, брал за руку и говорит, бежим, идем. Тут куда, чего, все, он все знал. Сейчас, когда ей уже за 70, и она живет одна, в меню все те же блюда, которые так любил Володя. Куриный суп и котлеты. Он ел по-мужски, не то, что много, он ел с аппетитом. Все. Я ему картошку нажал, она подгорит, ему нравится. Он любил морсы. Клюквенные, вот такие вот там, красивые, что-то было все. Большие кастрюли я варил. Почти на такой же маленькой кухне в Москве в 58-м ее муж просиживал ночи напролет, один, со своей новой любовью в руках. И за все больше раздражалась. Никакой семейной жизни. Ну, тогда он гитару осваивал. Это было мучительно. Ну, потому что тренька, не гитара. И потом нечего с гитарой возиться, когда молодая жена рядом. Муж Низы Высоцкой так и не выпустит гитару из рук до самого конца жизни. На стадионных концертах и в переполненных залах по всей стране, а потом и по миру, он будет сбивать пальцы в кровь, играя на бис. А зрители будут повторять все до единого слова вслед за ее Володечкой. И мне на гитаре все разучил. Ехал цыган по селу Верху. Видит, девушка идет с ведром. А дальше длинный припев. Э-э-э-э-э-э-э, там что-то такое вот. Такая забавная песня. Вот он долго-долго ее пел. Одна из первых его песен «Татуировка» появится только через три года, в 61-м. Он будет намеренно басить и добавлять хрипоцы, чтобы получилось убедительно. Проблемы с алкоголем у Высоцкого тоже будут гораздо позже. Иза впервые узнает об этом от друзей. Ей скажут, что он часто уходит в запой, и она очень удивится. Один случай был, когда его принесли. Принесли. И он, так сказать, заснул. Когда я его подушку бросал, страшил, храпил. Как только я подложила под голову подушку, так он заснул, и я заплакала. Совсем скоро они плакали оба. И задумала, ее новость будет радостной. Она беременна. Ну, а дальше случилась вот эта вот неприятная история, когда заволновались в доме. Что родится ребенок, мы там займем больше места. А куда уйти тогда можно было, если Володя работал в Пушкинском театре, получая очень маленькую зарплату, да? А я не работала. Ну, куда мы могли уйти? В какой угол? Куда? Еще без ребенка еще можно, да? У друзей пожить. А рожать? Молодожены не могли позволить себе ребенка. Изо сделала операцию. Сразу после выписки она купила билет на поезд. Изо почти бежала в Ростовский театр. Ей нужно было много работать. Она не могла оставаться. Супруги виделись все реже. Юношеская любовь не выдержала испытания километрами. В 1961 году на Ленфильме уже вовсю снимали это кино. Молодой актер Владимир Высоцкий в небольшой роли. Его даже не было в афише. Гонорар совсем скромный, зато полный пансион и слава экранного героя. В 22-летнюю Люсю тогда была влюблена вся съемочная группа. Но она выбрала этого неприметного морячка. Люся была, да вы что. У Люси, понимаете, у нее, как вам сказать, у нее какая-то была такая романтическая красота. У нее огромные зеленые глаза были. И она была, и как она себя вела. Она такая неприступная была, такой глаз у нее был. Со студенткой Гитиса Людмилой Абрамовой в этом фильме у актера Высоцкого не было ни одного совместного эпизода. Но уже на площадке началась совместная жизнь. И заузнала об этом почти полгода спустя. И не от мужа. Мне позвонила моя подруга Грета Ромодина в Ростов из Москвы. И сказала, что вот есть Люся Абрамова, и что она ждет ребенка от Володи. Володе оставалось только знакомство с родителями Людмилы Абрамовой. Вот мы пришли сюда, в этот дом, поднялись на четвертый этаж. Вот здесь вот на четвертом этаже, вот рядом с водосточной трубой, такое с белыми рамами окошко. Это окошко нашей кухни. В этой московской квартире жила вся семья Людмилы Абрамовой. Родители ученые хотели для дочери совсем другого жениха. Высоцкого приняли вежливо, но холодно. Родители мои, наоборот, как-то они так даже удивились. Рост-то небольшого, не красавец с собой, никакой незнаменитый актер. Они вообще моей профессией были недовольны. Семья-то все-таки все научные работники были, кандидаты наук, дедушка был доктор наук. И вот когда моя бабушка увидела мою маму, то есть отцовская мама увидела свою будущую невестку, она вот процедила такую знаменитую в нашей семье фразу «От живой жены не женятся», она сказала. Изи Высоцкой оставалось только собирать документы на развод. Совсем скоро она поняла, что обратного хода у их истории любви не будет. И сказал, что он прилетает в Ростов. Я сказала, как прилетишь, так и улетишь. Бумаги на развод они не могли подписать почти три года. Изя посылала их в Москву. Володя терял. Она снова шла на почту. Он снова звонил и просил присылать еще раз. Что это было? Простая творческая забывчивость или нежелание раздаваться с любимой женщиной? Изя додает до сих пор. Когда они встретились, чтобы оформить развод, Высоцкого уже было двое детей. Сыну Аркадию два, Никите Высоцкому чуть больше года. Изя и сама была беременна от нового мужа. Было понятно, ясно, что это уже не совместить, это ломка. И дети, для меня ребенок, значил безумно много. Эти два листочка хранятся у Изы до сих пор. Тот, что поменьше свидетельства о браке, вот этот сохранился хуже. Свидетельства о разводе. Вот такая бумажечка желтенькая. Май, 65-й год. После развода она все равно Высоцкая. Володя сам предложил. Тогда Изя не знала, что так и останется единственной любимой женщиной с его фамилией. И даже не представляла, любовей у него будет много. А увлечений еще больше. В этого невысокого, казалось бы, некрасивого, не всегда трезвого и вечно неудовлетворенного мужчину будут влюбляться тысячи женщин. Сотни будут совсем близко к нему, десятки будут таять от его прикосновений. Я даже как-то при встрече, после какого-то вот, несколько лет, когда мы развелись, сказала, Володь, что-то ты бабник, что ли, про тебя говорят. Ну, страшно покраснел. Он же краснел, Володя, румянцем таким сильным. Ой, да ты что, что ты. Они уже почти 40 лет не вместе, а туфли по-прежнему на плоской подошве. Как просил Володя, чтобы жена не казалась выше. Вот, вот я такие туфельки нашел на таком каблуке. Концертные брюки Высоцкого, которые достались ее сыну Глебу уже в 81-м, тоже здесь. Вот это Володины брюки, вот, видишь, они с этой стороны, вот Глеб кто-то что-то прожег, испачкан, уже это тут не отстирывается. И вот Нина Максимовна говорит, они, говорит, концертные оказались. Через несколько лет после развода Высоцкий привез Изи скомканную бумажку с карандашными строчками. Новая песня для нее. Сразу стали жить, не опасаясь пагубных последствий. Через 20 лет этот листок она сожгла. Документальных доказательств любви Изе не нужно. Наш весь будет проходить на высоте 9 тысяч метров. Скорость 800 километров в час. Прошу пассажиров не курить, пока мы не наберем высоту. Этот фильм для советского кинопроката прошел совершенно незамеченным. Но теперь его пытаются раздобыть поклонники Высоцкого. Это единственная их почти семейная работа в кино. Маленка. Для Людмилы Абрамовой роль светской дамы была дебютной и стала последней. Я в восторге с подобной перспективы. После внезапной встречи на ступеньках ленинградской гостиницы, Людмила ушла из театра и кино под венец. Он стоял все без пиджака, без пальто, дождливый осенний ветер, темно, ночь. Взволнованный молодой человек потрался с кем-то в ресторане. Далеко за полночь он искал денег, чтобы расплатиться за разбитую посуду. Я бегу и смотрю, он стоит около ворот с белой рубашкой. Рубашка надорвана. И бровь разбита. Не так, чтобы сильно, но кровь течет. Я сперва просто испугалась, думала, у тебя обойду в сторонку, а он прямо ко мне. Девушка, нет ли у вас денег? Денег у начинающей актрисы не было. Только фамильное бабушкино кольцо, которое станет дороже обручального. И я отдала ему это кольцо. Говорю, вот, наверное, оно стоит столько, сколько вы там разбили. Вот отдайте в ресторан. Он побежал в ресторан, а я пошла к себе в номер. Чем Высоцкий покорил ее тогда, Людмила Абрамова до сих пор не может понять. Я не скажу, что в 61-м году Володя производил впечатление какого-то ослепительного красавца. Обыкновенный, не очень там, богатый, ну, чистенько, скромненько, одетый, ну, такой молодой человек, каких-то там миллионов. Я не знала, там, например, москвич, он ленинградец, или там, откуда-то, если ему дурака не приехал. Новый знакомый поднялся к актрисе в номер и пел ей до утра. Своих песен еще не было, но он и чужие пел гениально. Так что уровень его феноменальной одаренности, его темперамента, я тогда вот сразу это увидела. В компаниях, где бывал Высоцкий, тогда уже все знали, когда он приходит с гитарой, за внимание дам бороться бесполезно. Все равно выиграет этот неказистый парень. Он попал в компанию нашу. Взял одеяло на себя, у нас красивые дамы, студентки. Стал печь это такое. Кто такой, откуда взялся? Ну, чуть ли не до скандала. Родители Людмилы Абрамовой не сразу поняли свою дочь. Она собиралась замуж за человека, который подозрительно долго разводился. И самое неприятное, он как-то болезненно любил выпить. Они были огорчены. Им вот именно эта, Володина, болезнь внушала тревогу и страх. Они все-таки стали жить вместе. В 62-м, когда снимали этот фильм, они еще не были женаты. Но у них только что родился сын Аркадий, и Людмила уже была беременна вторым ребенком. Эта роль не стала для Высоцкого большим актерским достижением, но он согласился сниматься. Молодой семье очень нужны были деньги. Они не виделись по нескольку месяцев. Им обоим было чуть больше 20. Эта любовь быстро стала романом в письмах. Высоцкий писал каждый день, даже со съемочной площадки. Вдруг крик. У Высоцкого сын родился. И телеграмма про громадного нашего ребенка. Я ужасно обрадовался, хотя думал девочка. И даже купил кое-что розовое и желтое. Володя страдал от того, что он не может обеспечить семью. Что, в общем, фактически я живу и мои дети на то, что дают мои родители, дедушка, бабушка. Никто, конечно, ему никогда, если бы не упрекал, никому в голову никогда не пришло. Сейчас Людмила Абрамова понимает, годы безденежья были для них с Володей самыми счастливыми. У него почти не было запоев, и она могла позволить себе семейные прогулки с никому неизвестным актером, но зато с любимым мужем. Мы вот по этому тротуарчику отсюда вот до ипподрома, там садику ипподром, мы там еще посидим, и потом обратно детишек тащим зимой с санками, летом с коляской. Тогда они много мечтали. Она об обновках для сыновей, он о славе. Актеру Высоцкому становилось тесно в скромных, незатейливых ролях. Поэту было мало двух легкомысленных куплетов в комедийном кино. У одной глаза сверкают, и другая чудная. В 64-м Высоцкий и Людмила Абрамова дождались. О нем слышал, и мне сказали, что не надо его брать, что он пристрастие имеет. Ну, я так философски подошел. Одним пьющим больше для России ничего не значит. А вот талант, который он имеет, поэтический дар, удивительный. Это я понял. И если вы в своей квартире лягте на пол три-четыре... И в этом я и не разочаровался до конца его дней. Это странное знакомство сделает из эпизодического актера настоящего артиста. Любимов вырастет гения Высоцкого. Он воспитает его, и он проводит его до могилы. Но этот творческий союз разрушит женское счастье Людмилы Абрамовой. Когда он стал Володей Высоцким, да, вот тогда ей стало очень. Даже труднее, когда он ничего не зарабатывал. Или зарабатывал он очень мало. Понимаете? Но он был он, свой ее муж. Солнышко, письмо совсем никакое. А ты, Лапик, все равно все понимаешь. Ты умный, и я тебя люблю. Еще ты красивый, а у меня просто не очень веселое настроение. Это письмо Высоцкий написал Людмиле Абрамовой из Кабардино-Балкарии. Там снимал дебют никому неизвестный режиссер Станислав Говорухин. Фильм сделал из Высоцкого настоящего народного кумира. Теперь его песни разучивали наизусть, их переписывали из школьных тетрадок друзей и гордились редкими аудиозаписями. Но о славе мужа Людмила забывала быстро. Он стал пропадать на несколько дней из дома. Все чаще звонили друзья и просили забрать Володю, который сам не может поднять. Однажды Люсе позвонили. Заберите вашего мужа. Лежит на спине. И я рядом пристроилась, гляжу на него, и мне страшно. Потому что я вижу, что ему плохо физически. Чую с гибельным воздоргом, пропадаю, пропадаю. На левой стороне груди эта рубашка крахмальная, жесткая, застегнутая. Он ничего не родился. Она вот так начинает. Страшно смотреть, милый, на это страшно смотреть. Даже насильно возил его лечиться. Это сложно. Надо было... Врачи ведь рисковали, а не без разрешения родителей. Нельзя это было делать. Какая гадость! В 65-м году, в ноябре, Володя согласился лечь в больницу, и после этого он три года не брал в рот. Даже конфеты с ликером. Абсолютно. Когда на Таганке начали репетировать спектакль Пугачёв, Люсе и Володя долго радовались его новой роли хлопушей. Она небольшая, но какой характер! Проведите! Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека! Уже тогда, чтобы послушать, как поёт Высоцкий, поклонники ехали через всю страну. В переполненных залах зрители иногда сидели даже на сцене. Но эта роль должна была сделать из народного певца, настоящего большого актёра. Помочь поэту вырваться из шансона «Большое искусство». Та же самая актёрская работа разлучила их навсегда. На генеральный прогон спектакля летом 1967-го пригласили звезду французского кино Арину Влади. Меня повели в театр «Таганка», я смотрела спектакль, и я поняла, что что-то случилось невероятно на сцене. Их познакомили сразу после спектакля. Знаменитую актрису в ресторане окружали поклонники. В толпе затерялся человек в мятых брюках. Когда я его увидела в жизни, я даже не узнала его, потому что он был совсем разным. В жизни он был очень скромный, маленький, серенький такой человечек. Тогда, летом 1967-го, на колдунью из французского фильма вся страна смотрела, как зачарованная. О ней грезил каждый мужчина Советского Союза. Красавица Влади завораживала. Романтик Высоцкий понял, на месте этого мужчины из фильма должен быть он. Великий артист не знал тогда, чем закончится их встреча. А звезда французского кино и представить не могла, сколько раз ей придется спасать нового мужа от мучительных падений. Глядя на экран, Высоцкий мечтал попасть в плен колдуньи и остаться там навсегда. Но только мечтать ему было мало. Володя сказал, ну что ж, в таком случае я ее вы... Угу. Он говорит, чего? Да, все, я ее... И мы поспорили. Вот человек шесть у нас было. Ну что ей до меня, она была в Париже, ей сам Марсель Марсо, чего ей так говорили. Я просто заметила, что с ним что-то случилось, что все-таки я его очень хорошо знала. До, как бы, всех мелочей психологии его, я это чувствовала. Я могла не знать чего-то умом, там, словами, но чувствовать, что это человек потрясенный совершенно, до мозга костей. Я не знала, что именно случилось. Я потом догадалась, что это любовь. Несколько месяцев к ряду Людмила Абрамова собирала силами. Даже уязвленная гордость не позволяла уйти сразу. Ну, мне звонили из театра, намекали, что-то говорили. Потом замечательная врач, которая лечила Володю, тоже мне сказала, что вот, может быть, вы с Володей расстанетесь. И я поняла, что у него просто не хватит самому уйти. Я скоблила себя со стен, собрала вещички и ушла. Я помню, как мы с Аркадием гуляли, мама пришла, это был такой вечер, вечер, и, по-моему, была осень. Вот, и мама пришла, она нас собрала, поймала машину, и мы уехали. Высоцкий и Людмила Абрамова развились в феврале 70-го года. Незнакомец Ленинградской улицы уже был звездой. Красавица, актриса из фильма про пассажиров иностранного рейса «Домохозяйка». Это период жизни, когда он действительно любил. И абсолютно, и это так и было, он любил свою жизнь. И первую, и вторую, и Люсю, естественно, двое детей классных. Но потом время идет, эмоции уходят, и человек влюбляется в другую. Уже после развода Людмила Абрамова поняла Высоцкого. Она всегда любила материнской любовью, потому и через 40 лет от этого не избавится. Это редкие кадры интервью знаменитой жены Высоцкого. Она больше 15 лет не рассказывала о своей самой главной и самой трагической любви, которая вспыхнула посреди летнего дня 67-го года. Он подошел к ней, посмотрел в глаза и запел. Я дышу, и значит, я люблю. Но это был сильный аргумент. Устоять было очень сложно. Он начинал петь. И в него влюблялись. Слава Богу. В их любви с самого начала ничего не было просто. Он был женат, она уже два раза разведена. Вероятно, я искала у каждого то, что было у отца. Вероятно, я всю жизнь пыталась найти у разных моих мужиков все эти качества. Не все у одного, к сожалению. Шансов завоевать такую женщину практически не было. Но только не для Высоцкого. Я поднимаюсь в автобус для гостей кинофестиваля. Ты за мной. Какой-то тип грубо выпихивает тебя. Ты стоишь на тротуаре. Маленький, оскорбленный человек. И со злостью пинаешь кучу пригласительных билетов, валяющихся на асфальте. Володя смог меня завоевать из-за того, что он похож был на, особенно, голос и талант, и безумство. И, ну, физически нет совсем. Ну, неважно. Он долго за мной ухаживал. Это не так случилось, как можно подумать. Он выиграл войну за ее сердце только в декабре 70-го. Через два с половиной года после знакомства. Их роман былал на расстоянии. Она изо всех сил искала роли в русском кино. Известная французская киноактриса Марина Влади встречает Новый год в Москве. Он даже не надеялся, что когда-нибудь сможет переступить порог ее дома в окрестностях Парижа. Они хотели бы сыграть свадьбу в Ницце, но смогли позволить себе только медовый месяц в Тбилиси. Молодой грузинский художник Зураб тоже был на этом пиру. У Марина было белое платье, и немножко ветер, и от ветра этот голос веселого, знаете, И народ стоял, смотрел. И даже собака без движения. Голосистые грузины изо всех сил пытались перепеть Высоцкого, но ему было все равно. И я помню, что Высоцкий стоит на колене, Марина, и поет. Я люблю, и значит, я живу. Этой паре и правда завидовал весь Союз. Зарубежная звезда Марина Влади могла спасти советского непризнанного поэта. Она должна была подарить ему международную славу и то, о чем тогда втайне мечтали многие, и миграцию. Но Высоцкий никуда не собирался ехать. Он любил Россию и хотел жить здесь. Они будут много лет обивать пороги министерств. Они будут и угрожать, и умолять. Система так и не даст им прожить вместе больше года без расставаний. Но пока молодожены счастливы. Марина получила визу в Россию. Они живут на съемных квартирах друзей. Она учится стоять в советских очередях. Он срывает голос, давая по нескольку концертов в день, чтобы хоть сколько-нибудь прилично заработать. И нам осталось у колодца, и упасть на дно колодца, и там пропасть на дне колодца, как в Бермудов навсегда. Володя зарабатывал 200 рублей в месяц. И он должен был с большими усилиями делать концерты, чтобы что-то, что-то зарабатывать подпольно, конечно. Когда жена уезжает во Францию, Высоцкий гордо телеграфирует. Сегодня опять удалось сэкономить. Я не ем даже суп. Деньги не трогаю. Хочу купить тебе кофту, потому что люблю тебя. Моя гитара снова играет. Танет счастье. Душа поет. Ну, у нас было немножко лучше, потому что у меня были и французские деньги, или там доллары, я не знаю что. Мы могли покупать иногда какие-то там в березке, какие-то продукты, которые нигде невозможно было найти. Настоящая жизнь нового мужа актрисы Влади начинается по ночам. Высоцкий часами не отводит глаз от белой стены, потом резко склоняется над листком бумаги. Посреди ужина ты бросаешься к рабочему столу. Мне остается лишь убрать тарелки. Ты больше не будешь есть. У тебя покраснили глаза и сел голос. Ты читаешь мне стихи. Они смогли обустроиться в своем доме только через шесть лет брака. Высоцкий никогда не ходил просить по чиновникам, поэтому ключей от собственной квартиры у него не было так долго. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Теодор и Марита Гладковы жили с Высоцким совсем рядом. На одной площадке, через стенку. Ну вот, мы и дома. Тогда Высоцкий еще был полон энергии. Улифта стоит, и на ногу переминается, переминается. И пули, как садость. И пули, да, полетает. Супруги Гладковы никогда бы не поверили, что всего через два года им придется спасать знаменитому соседу. Никто не знает настоящей правды. Я вошла как-то один раз к нему домой, в комнату, а он лежит на диване весь, так вообще, как будто он его водой облили. Он весь мокрый. Я его так по щекам постучала, рвала. И ты чего? Он говорит, плохо мне. Эти кадры сняты в той самой квартире на Малой Грузинской, в середине 70-х. Артист должен быть счастлив. Он невероятно популярен, обеспечен. Он уже много раз бывал за границей. Но в этом интервью Высоцкий слишком задумчив для признанного гения. Я не считаюсь официально поэтом. Я не считаюсь официально певцом. Потому что я ни то, ни другое. Он никогда не жаловался. Он привык решать свои проблемы сам. И по-русски. Я не повинуюсь курсу государства. Даже если за это мне пообещают все блага мира. Я не пойду по нему никогда. Это все. Первый раз Марина отвезла мужа в реанимацию еще в самом начале знакомства. Он умирал у меня на руках, когда ему было 30 лет, когда мы познакомились. Ее сразу предупреждали. Ни в коем случае нельзя давать Высоцкому пить. До первого страшного вечера их совместной жизни она не верила. Ты становишься неуправляем. Твоя удесетеленная водкой сила пугает. Ты уже не кричишь, а воешь. Мне звонят, и я еду тебя забирать. Володя обещал больше не прикасаться к алкоголю. Но таких поездок, бессонных ночей в больничных коридорах, счастливых возвращений домой и новых срывов будут еще десятки. В очередной раз она отвезла его в больницу в Кольфосовск. Там были друзья, которые его всегда принимали. Она сказала, это 19-й раз я его ввожу в реанимацию. Это конец, это последнее. Соседка Марита Гладкова хорошо помнит историю болезни знаменитого и несчастного поэта. Она много раз открывала Высоцкому дверь в глубокой ночи. Обычно он приходил после очередного срыва. Я ему рюмочку налью, он у меня поест немножко, ему легче. В такие дни Высоцкий все чаще звонил Марине в Париж в отчаянии и совсем забывал о работе в театре. Любимая женщина и любимый режиссер терпели из последних сил. Он пришел и говорит, это ты любимого позвонила? Сказала, что у меня запой. Я говорю, Володя, ну как же ты можешь подумать? Я говорю, что же я могу друзей так предать? А кто тогда, я говорю, Володя, ты ищи среди своих. В Владе все годы жила между месяцами тревоги и редкими неделями счастья. Страшнее всего было, когда их разделяла граница. Марина могла не знать. Высоцкий снова в депрессии. Он снова несколько суток пропадает в сомнительных кампаниях, и его надо срочно спасать. Пошла к послу в Париже умолять. Я говорю, понимаете, я не могу ждать две недели визу, чтобы поехать в Москву, пока там Володя умирает. Я же там, я считала, я уже не помню сколько, 70 раз я летела в полную катастрофу. То есть я бросала детей, работу, все. К концу их совместной жизни знаменитой актрисы Влади больше не было. Она не успевала играть роли в кино. Ее русский муж требовал все больше тревожного внимания. Ты лежишь на провалившемся диване и жалко морщишься. Пол уставлен бутылками и усеян окурками. На столе газета вместо скатерти. Несколько человек валяются по углам. Я их не знаю. Ты протягиваешь ко мне руки. Я дрожу с головы до ног. Беру тебя в охапку и тащу домой. Венгерский режиссер Марта Мессорож хотела, чтобы знаменитая влюбленная пара сыграла этот эпизод вместе. Она неприступная женщина. Он пылает к ней страстью. Марина обрадовалась такой возможности. После долгой разлуки они наконец-то снова встретятся. Но поезд привез ей другого мужчину. На твоем сером лице живыми остались только пронзительные глаза. Ты украдкой глотаешь какую-то таблетку, и тебе ненадолго становится легче. Высоцкий даже гордился. Теперь он может совсем не пить. Но почему, Марина узнала гораздо позже. Ты прямо переходишь к Морфию, чтобы не поддаться искушению выпить. Потом все это превращается в кошмар. Жизнь уходит шаг за шагом, ампула за ампулой. Об этой страшной привязанности Высоцкого все старались молчать. Но скрыть уже было слишком сложно. Соседка великого артиста Марита Гладкова тоже помнит, как звонила странному человеку, который сам знал, что нужно смертельно больному Высоцкому. И потом так говорит, запомни, продиктовал мне телефон. Вот, и говорит, это Валера. Ну, матом на меня. Надоел он нам всем. Закрой дверь, запри его, и пусть он там делает, что хочет. Последний раз с Мариной Владимир Высоцкий встретился в Венеции. Володя только закончил съемки в маленьких трагедиях. Он всегда мечтал увидеть тонущий город, и особенно вместе с Мариной. Идет к развязке дело. Ее Володя все еще обещал бросить пить к Маю, чтобы сделать Марине подарок на день рождения. Но болезненный взгляд спорил. Отобрать Высоцкого ум морфия не сможет никто. Закончено. Я гибну. 17 июля 80-го года в Москве было тесно не только на Олимпийских стадионах. На таганской сцене давали Гамлета. Быть или быть? Вот все вопрос. Следующий спектакль должен был быть через неделю. В 7 вечера. Но исполнитель главной роли не дожил до даты, указанной в билетах. В ночь на 25 июля соседу Высоцкого Теодору Гладкову не спалось. Он писал это письмо жене. И пересмятый листок стал страшной хроникой смерти поэта. Не спал. Володька опять орет. Вторую ночь. Бегает по дому. Вот пока и все. Высоцкий умер в 4 утра. Страшно кричал около часа. Потом все стихло. Испуганный сосед видел с балкона, как подъехала скорая помощь. В холле стоит санитар. Я подошел и спросил его, что с Володей плохо. Он так на меня посмотрел и сказал. Экзотус леталис, что в переводе с латыни означает смертельный исход. В письме соседа жене появился страшный пост скрип. Володька только что в 6 часов утра умер от белой горячки. А тебе надо жить. Ты всем нужен, друг. За час до приезда врачей в своем загородном доме под Парижем проснулась Марина Влади. Я просыпаюсь в поту. Зажигаю свет. На подушке красный след. Я раздавила огромного комара. Проходит довольно много времени. И когда звонит телефон, я знаю, что услышу не твой голос. Володя умер. Людмиле Абрамовой до сих пор страшно подниматься по этим ступенькам. Странно и грустно сюда входить. В квартире на Малой Грузинской в июле 80-го года она была уже около 6 утра. На ступеньках в подъезде негде было сидеть. От табачного дыма резало глаза. Он так много раз мог умереть, что когда это случилось, никто не смог поверить. Мать поэта Нину Высоцкую. Такое раньше не видел никто. Я говорю, Максимовна, я пришла. Вы же мне разрешили прийти. Люся. И так вот странно стало руками так разводить. Люся, он холодненький. Холодненький. Страшно просто вспомнить. Людмила Абрамова и Марина Влади стояли на кладбище рядом. Теперь они обе стали бывшими женами. Теперь им было нечего делить. И совсем не оставалось поводов для ревности. Им не хватало только изы. Этот июльский день приготовил для нее две новости. Прекрасную и ужасную. Только что ей сообщили. Она получила звание заслуженной артистки. Я уже даже не помню имя и фамилию одного человека, который позвонил. Поздравляю. Скажите, неужели Володя умер? Он говорит, да, я только что из Москвы. И я поднялась, пошла домой. А я заблудилась. Изя Высоцкая приехала на могилу только на 40 дней, когда сын-школьник смог заработать на билет до Москвы. Простите. Мне говорят, мама, ты должна ехать в Москву. И вот так я приехала на 41-й день. Изя Константиновна Высоцкая до сих пор не считает, что была лично знакома с поэтом Владимиром Высоцким. Ее сердце другое. Его зовут Володечка. Они прожили всего год, но им было, что вспомнить. Тогда, в 80-м, Людмилу Абрамову тоже спасли сыновья. Не просто горе, а конец жизни. С тех пор ни один мужчина так и не смог сравниться с наивным морячком из никому неизвестного советского фильма. Марина едва ли не похоронила себя на заколоченной подмосковной даче. Мне меньше полувека, 40 с лишним. Я жив 12 лет тобой и Господом храним. Мне есть, что спит, представ перед Всевышним. Мне есть, чем оправдаться перед Ним. Это самое интимное из того, что издано. Но истинное признание в любви есть только в рукописных строчках, написанных за несколько дней до смерти, 10 июля 1980 года. Марина нашла это письмо уже после похорон. Высоцкий почти прохрепел своей главной музе о любви. Как всегда, с надрывом. Мариночка, любимая моя, я тону в неизвестности. Ты единственный, благодаря кому я снова смогу встать на ноги. Мы поговорим и будем жить счастливо. Мариночка, любимая моя, я тону в неизвестности. Мариночка, любимая моя, я тону в неизвестности.